приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня продолжаем отвечать на вопросы или опровергать оправдание убийц труппажоров о том почему они хотят быть веганами у нас с вами сегодня 15 оправдание 15 ответ на вопрос звучит он так можно ли просто или может просто достаточно улучшить условия содержания животных читая по текстам англичанина это винтерс и до землянина известного в кругах веганство как крутого проповедника я буду читать и дополнять от себя как христианин как веган что-то мне не безразлично как относится к животным именно поэтому я покупаю животные продукты только с ферм где заботятся о животных и производят гуманный забой чтобы животное не страдало я покупаю только животные продукты одобренные стандартным red трактор или королевским обществом по борьбе с жестоким обращением животными и только с тех ферм где животные были на свободном выпасе но это это приводит пример из своего видимо опыта как всегда с тех слова тех людей фразы отговорки которые мы встречались но и как мы видим тут целый букет по поводу ред трактор и королевским обществом но в частности приводит английские какие-то министерства организации не суть важно да каждый в своей стране может если есть подобные аналогию провести что же отвечает таким людям это и нам всем рекомендует джеффри даммер серийный убийца ну видимо тоже или какой-то в англии серийный убийца который накачивал свои жертв наркотиками перед тем как убить их по сути умирая они не чувствовали никакой боли и страданий но разве этот факт оправдывает убийство этих людей как я вам уже говорил еще раз повторюсь и буду повторяться в каждом ролике это действительно гениальный умран умный добрый человек несмотря на то что насколько я знаю с христианством у себя никак не оппозиционирует христианина не называет ничего никогда христе не свидетельствует но душа его христианка как кто знает есть такое в христианстве в псевдо даже христианство сохранилось выражение до католиков православных это там еще один древний так называемый святой отец сказал да что душа по сути христианка ну по сути любая понятно душа она создана богом любовью и внутри ее сущности это любовь но к сожалению это душа еще не к сожалению не так счастью что она свободна и но к сожалению благодаря этой свободе частности выбора между добром и злом она избирает иногда а может и всегда закосневая возле зло но сущность ее ли она создана любовью а так как она создана любовь началась сама любовь на нас возны и свободно и свобода и с даром свобода поэтому она может этой любовью перестать быть вот и это действительно не называясь смотря христианином всегда употребляет закон жизни закон любви и сути бытия которые начертан на него наскрижали сердце поступай с другим так как ты хочешь поступали с тобой и не делай ничего так другому чего не хочешь себе да в мире и поэтому тоже себя приводит пример ставит себя или кого-то на место другого всегда приводит пример сначала с людей через по пути через домашних животных так называемых и подводит ко всем остальным животным до которых мы чуток с ними не делаем убиваем эксплуатируем насилуем и прочие вещи да нелицеприятные делаем и это как раз как я обращаю внимание все начинает с людей это очень правильно да раз уж у тебя сердце на настолько окаменело что ты не знаю зайчики в кролике в мышке не видишь живого чувствующего существа обладающего нервной системой сердцем как органом ощущения умом как органам анализа до который пищит кричит страдает начинается людей хотя бы можете еще настолько окаменелое сердце что ты не до не упал настолько на дно что-то действительно как там в разные времена в разных народах разные исторические всякие и племенные народные события доходил до того что себе подобных точно так же издевались и убивали ты считаешь какие животных сейчас многие убивают и издеваются вот он первый пример приводит это там насильник который убийца своими жертвами издевался но вначале там наркотиками накачивал под наркотой как то знает элементарно алкоголь на всех там войнах всегда было безболивающим но и кто выпивал знает действительно какой действие металкоголь тем более его высокая доза или даже передозировка так скажем действительно нервная система ослабляется ее ощущение либо вообще можно сказать отключается да все все операции так называемые на войне в основном под алкогольным опьянением и происходили ибо другого без более еще зачастую просто не было то есть спиртом пользовались не только снаружи но и внутрь до давали тем кто кого собираются оперировать или что-то там делали при ранениях здесь тоже самое разве можно этого убийцу похвалить погладить по головке оправдать его поступки жизнь то что он своих жертв прежде чем там издеваться над ними убить накачал наркотиками не это никак не может нормальному человеку с головой на плечах которые есть мозги и голова не только для того что туда есть до сердцем светлым чистым добрым не окаменевшим понятно ответ очевиден что ни в коем случае это никак не может оправдать жизни поступок этого негодяя это пишет или говорит у него есть и видео все эти проповеди внесите книга вот по сути с которой мы читаем ну мы сделали сами его тексты вариант его роликов дело в том что когда мы доставляем достаем курицу из клетки сажаем в переполненный курами ангар это не сильно меняет условия жизни такой курицы ну и дальше это переходит уже на животное да там на курочек того что ты и но это но тут полный букет сразу на все по порядку можно сказать отвечаем вы же видели до так называемого оправдание некому тут не абстрактно можно сказать человеку но по сути он своей жизни как и я своей жизни любой проповедника любой веган должен быть проповедником веганством встречался с такими до рассуждениями по поводу улучшенных условий от того что вас из клетки там из одиночки вы допустим невиновны там политзаключенные или еще какой-нибудь заключенный просто на вас решили до полицая галочку себе сорвать и посадили неизвестно за что лишь бы там какое-нибудь дело раскрытие то что вас там из одиночки или из какой вообще вонючий грязный сырой и холодный этой камеры посадили чуть в боли на два метра простор не до чуть более теплые и чуть более там не вонючий а вы там сидите невиновна все животные невиновны в том что с ними вытворяет человек это не как вас не обрадует и не никаким она как может и обрадует понятный человек всегда вся наша жизнь сравнение но это ежу понятно что это может сказать изуродованная радость эта радость безумная что человек из двух сол просто радуется лучшему вот и все просто от того что не испытывать больше страданий но мы сейчас говорим не об этих ну хотя и быть об этой стране да но первая сторона это кто виновник всего этого естественно того что тебя незаконно посаженного из адских условий в менее адские кто-то помещает это никак не оправдывает того что человек это делать с тобой незаконно до греховно против истины против любви такие ярлыки как свободный выпас лучшие условия содержания или гуманный убой на самом деле не отражает того как относились к этим животным эти разлык ярлыки созданы для нас для нас потребители чтобы мы успокоили свою совесть они совершенно не улучшают жизнь животных которые точно также эксплуатируют а затем убивают во первых хочется сказать в принципе это об этом тоже будет говорить что во первых все что написано на бумажке и на этикетке все что говорят какие-нибудь диктаторы там неважно правители религиозные лидеры с кафедры с трибуны любой даже учитель любой проповедник да возможно ваш просто сосед по улице то что он говорит на словах еще не факт что соответствует на деле это раз поэтому ярлык что там соответствует знаку качества на каком лекарстве что там то 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 это вообще не говорит о том что это есть на самом деле мы живем где в мире лежащем возле и полным погрязшим в лжи ибо князь мира сего дьявол ложатся отец лжи да это это первое что надо понимать вот из всего вот этого по поводу того что в основном убийцы труп ажора потому что же косвенное участие в убийстве эксплуатации прямое участие душевное в нем потому что ты заказчик силой всех этих преступлений вот на самом деле все кто потребляют продукты животного происхождения или пользуюсь какими-то там предметами полученными за счет эксплуатации страданий убийства животных эти люди прям не участвует поэтому они вот как бы говорят мы там потребляем продукты но мы смотрим что это за потрат продукты на самом деле вот именно вы это этого не делаете вы этого не знаете живя в мире любой нормальный человек прекрасно знает что в миром правит ложь нам врут везде всюду и по любому всякому поводу а уж в мире игру нашим лежащим возле алчном мире бог которого мамона еще помимо этого помимо всей этой алчности да все что нужно людям от побольше золотых бренчащих монеток да вам на бумажке напишут все что угодно это во первых вообще не факт что этому все соответствует у нас сколько не придумывают законов никто и хлеб не соблюдает платят эти взятки и так далее законов то много возьмите любую сферу и соблюдается ли там технологии какие-нибудь у нас законов миллион по каждой сфере деятельности человека и в плане техники безопасности соблюдают их там руководство по отношению к рабочим все эти требования по технике безопасности как бы не дураки вот вроде бы тоже придумали казалось бы для блага здоровья и безопасности жизни здоровья человека кто-нибудь их соблюдает нет главное бабки а будешь соблюдать все не получишь бабок бизнес будет нерентабельно все вот и все тебе конечно бумажки на каждом столбе повесить только на слова говорит слушай там-то висит конечно у нас так иди к вот быстренько вот это вот сделай вопреки все техники безопасности или условия нарушения там работы и так далее поэтому а уж тут думать что те вообще меня все эти животные как верю человеческие мы видим своим производства любые работы любые сферы деятельности там где уже создали невыносимые условия до этого жизни где проботили убивают эксплуатируют животных думать что если даже им кто-то внешне дядя стёпа там как государство пусть это несколько дядь стёп собрались указали какие-то правила что них там будет соблюдать с любовью да мы же должны вдуматься что любой якобы добро источником любого добра является любовь якобы выдавая что все ждал в жизни то всякие депутаты все только добрые хотят сделать на благо общества человечества если якобы они получаются закон любви добра вот но в их ним понимание пусть понятно мы к этому идем что конечно никакие не не запунили не дела любви то того что они там это даже предписание сделали сделать клетку на два квадратных сантиметра побольше ну даже сейчас мы встаем на эту позицию на влазим в эту шкурку пытаемся эту ситуацию разобрать кому вы предписываете извергам чтобы они стали менее изверги конечно не станут если станут на бумажке все это не будет являться по факту кто продолжает этих животных там ловить охранять кормить якобы заботиться выгуливать убивать потом это кто это такие же упыри и ублюдки они что от ваших предписаний менее ублюдочными что ли станут нет конечно этот садист который убивает этих животных которые шкуры заживо сдирает для шуб или этот врач конченый который там целыми днями этих животных колет неизвестно чем там глаза закапывают чтобы провести испытание он что завтра из-за вашего предписания более милосердным станет менее живодерным нет конечно чепуха все поэтому конечно же всю эту блевотину которую вы читаете на бумажках якобы там она более гуманны стала все чепуха во первых это ложь ложь в том плане что одни для правильно это все пишет что они для оправдания своей совести якобы и может быть под давлением даже общество там каких-то волнений в обществе этот якобы якобы немножко добрый не не немножко верно по их нему плане может вы их не понимать может даже множко добренького закон такой напряглись издали чтобы там до курицы клетку сделали на целых два квадратных сантиметра побольше вот и те сказали аллах махалах конечно мы все сделаем мы же законопослушные закону какому только они послушны дьявола те кто все это устроили сейчас мы не раз это будет об этом говорите мы то что можно сделать и любой гуманная до любой гуманной эксплуатации убийства живого существа это его не убийстве не эксплуатация это единственный вариант и ультиматум все нету больше ничего сейчас мы об этом будем еще конечно очень много говорить поэтому конечно это все ложь абсолютно ложь ничего этого не соблюдается а если соблюдается то все эти законы как мы уже этот абзац сейчас итог подведем который прочитали котором поговорили это никак не делает несчастливыми животных тех ради которых якобы этот закон придумывается это не меняет сущность природы тех негодяев которые во всем этом участвуют бизнес открыли этих работников наняли эти работники которые там работают и тех кто все это спонсирует и потребляет в виде потребительства до своим рублем за это все платит и оплачивает ничем они лучше от этих законов не становится то есть это ничего не дает ровным счетом на какой-то шкале линейки полного ада там да и нуля ну там это чисто формально да это движется мы еще еще будем о многом об этом говорить это аналогии с праведностью и с болью больше или молила я еще об этом поговорю и до этого нету себе пометки а это мы будем в другом в следующем видео говорить о подобных вещах ну смысл тоже вы услышите все те же самые нотки это ничего вообще не меняет вообще ничего дальше выражение гуманный забой забою бой многие об этом слышали или акси это акси акси мурон переведу на русский вы всегда можете эти слова сами загуглить не бывает достаточно длинное определение но я себе чтобы никуда не отстраняться не уходить я себе обычно в одно слово это все помечаю но по сути это противоречие но есть такое понятие как антиномия от меня вы часто слышали очень не раз приводил такие антиномии в частности как бы в религии или в истинника хотите в законе божьем законе бытия да бог блах и абсолютная любовь но есть там вечные муки да как так бог может творить зло да уже свободе но он никогда его не творит как может что-то не творит и он не может или он заложник своей любви тогда он не добровольно блахом просто любовь по сути все ну это такая же антиномия или акси мирон ну антиномия мирон получит тоже есть но у нас люди столько слов придумали и там пан порой их не расшифровка приблизительно одинаково ну это использовал это слово по сути означает противоречие ну и дает определение слово гуманный означает сострадательный или добросердечный гуманный сострадательный или добросердечный добро сердце чистое сердце любящее сердце я добавлю сюда как можно сострадательно когда ты жалеешь кого-то да наоборот скорбишь сочувствуешь мы об этом с вами уже говорили кому-то да то есть ты переживаешь эту боль вместе с этим человеком даже ты готов избавить этого человека не то что в сот его из взять на себя эту боль ты готов лишь бы человек избавить от этого от смерти многие люди там при расстрелах ради детей или родителей или кого-то себя отдавали возьми меня его оставь если сегодня нужна жертва грубо говоря вот что такое люди сострадают вот что такое гуманность доброта любовь это саможертвенный поступок порой даже доходит до как слова гуманный забой что это вообще такое это дурь ну вот это взял как слова но мы не знаем уж какой греческая там опять оксюмирон еще по-английски я так понимаю вот но нет не по-английски я не сейчас на все русские буквами читаем не суть важна по сути этой дурь по-русски я бы сказал гуманный забой то дурь чепуха есть подобные русские слова мне кажется самое хорошее определение между даже простого слова противоречия дурь бессмыслица чепуха абсурд русских слов тоже хватает чтобы дать определение этому словосочетанию тезису у веганов есть посты конечно которые они постят я который по щу да там лекция типа профессора что такое гуман почему вы вот где там против где в чем что такое гуман я точно не помню как так этот моим пост выглядит где вы почему решили что гуманный забой и в чем там плохо этого определения что не так он гады самого словосочетания или как вы докажете что гуман и забыть плохо он ведь самого слова доказывает в слове убой он говорит доказательство того что это зло ну как то так я уже не даже не хочу сейчас посты показывать где-то у меня все это есть гуманный забой это уже противоречие в слове забой уже все того что это невозможно это абсурд не может быть гуманного забоя гуманность до забейте опять же загуглите что это слово значит но никак со словом убийство не сочетается абсолютно ну идет конечно совмещайте два слова поэтому об этом слышим от с вами сейчас как умные люди разбираем для идиотов но идиот может совместить несовместимые до слова гуман означает сострадательный добросердечный как можно сострадательно добросердечно или гуманно забрать жизнь в чем как она забирается несмотря то что здесь как бы сейчас опять кто-нибудь под комментарии мне там в коментах писать только здесь есть что там просто либо наркотики вкалывают да либо не палкой 20 раз по голове а супер пистолетом который с одного раза голову прошибает убивают да невозможно это сделать хоть 20 раз хоть один раз выстрели себе в голову и там это делает человек зачастую животное не хочет и не получается с первого раза посмотрите полно видео в интернете не получается с первого раза жить им супер пистолетом она чуть голову убрала чуть повернула чуть дернулась он может полупьяный в задницу этот живодер стреляет на этой ферме потому что он здравый человек работать не может они там сами все под наркотой под алкоголем под огромными дозами кто-то нормальный человек выдержит работать и он также промахивается и не попадает там определенные места точно также надо попадать чтобы она именно еще и сознание параллельно терял а потом эту голову пробивала это не гуманный забой это обычное убийство преднамеренно не случайно и гуманно забрать жизнь живого который не хочет умирать гуманно забрать жизнь кого не хочет умирать невозможно в принципе ты забираешь ее жизнь преднамеренно насильно они до этого оказываются в цепях в загонах их силы посмотри как их загоняет туда ломают хвосты перед этим чтобы коровы или бык шел туда ему хвосты ломают в задницу тыкая все что можно только бьют подгоняю посмотрите гуманный забой его чтобы все загнать в этот узкий проход где ему там голову прострелит что с ним сначала делаю о каком гуманном забой можете речь и они не идут туда они все чувствуют они чувствуют видят этот запах смерти их гонят туда табуном в линеечку перед ним все это они все видят и все чувствуют и все слышат перед этим крики идут визги вопли вот такой у кого-то не получилось и все и там все стадо сразу сума начинает сходить каком гуманном забою может идти речь но вот эту говорит здесь фразу которую я уже в принципе говорил единственный способ гуманно убить животное не убивать его единственный способ гуманно эксплуатировать животное это не эксплуатировать его все из-то гуманин из-то добрость и свят из-то светил если ты любви обилен любые понятия из разных религий мировоззрений стоятичен какие угодно там у каждого свои высокие слова для высоких состояний описано все что применимость и светил свят добр этичин и гуманин ты никогда не причинишь никому зна зла более того люди доходя из этих состояний на зло злом не ответить а уж тем более никогда никому просто так игру без всякой причины злом не ответит и зло не причинят даже хоть я опять и говорю так без причины подразумевая о том что люди могут дать здравый ответ на творящему зло чтобы привести их покаянию это огромная разница сейчас уж не буду все примеры поступков разбирать кто меня давно смотрит понимает о чем я говорю это не значит ты будешь молчать когда тебе по голове лупит ты скажешь да обличишь что и за что и почему но ты не делаешь ему зла когда ты человек говорит что что он тебя грабит бьет насилит убивать что-то плохо это не зло это добро ты пытаешься грешника тем более твоего личного врага кто сейчас тебе причинить зло человека некое существо уже человеком не имеет права называться ты лишь желающему добра естественно себе счастливые куры это те куры которые всю жизнь прожили на свободе они на свободном выпасе мне конечно же могут возразить что улучшение условий содержания лучше чем ничего конечно же выпить парацетамол когда сломал руку тоже лучше чем ничего не делать однако дело в том что эффект от этого ничтожно мал и совсем не решает проблемы рука все еще сломано а животное все еще страдает нам нужно нам понять что не существует правильного способа делать неправильные вещи но это вот гениальная тоже формула изречения я думаю что не до всех мудрецов древности до эксплуата я просто у кого даже читал это не факт что это ему принадлежит это может от начала первых песен все было эксплуатация животных это всегда неправильно вне зависимости от форм эксплуатации я об этом вам уже наперед поговорил уже ожог не будем эту свои примеры хорошие привел по поводу курицы по поводу сломанной руки я уже сказал что на шкале зла неважно где ты находишься на шкале боли об этом я больше буду в следующем ролике говорить там немножко другая тема я об этом тоже буду говорить ну я немного и мясо кто знает есть такой или я уменьшил до потребление продукта то же самое здесь ответ ведь тоже примеры поэтому сегодня об этом говорил но в следующем ролике поговорим побольше сломанная рука вот и протестамол можно действительно он тебе тоже поможет можно водки 200 грамм хрепнуть легче больше чувствовать однозначно можно ее в лед засунуть целиком там по возможности до обложить да это снижает болевой порог можно тебе в ногу сломать при закрытом переломе там руки сделать открытый перелом ноги знаешь ты о руке сразу забудешь отрез это разве вариант это разве гуманность сломать человеку ногу если у него уже словили вывихнута рука чтобы он забыл о той боли это же дурь вот вам кажется я говорю какую-то хинею а это есть и хине точно такая же хине как и гуманный забой и вот эти все свободные выпасы два лишних сантиметра квадратных не сделают лучше погоды это хоть и есть как говорится лучше это безумие это только видимая лучше это лучше видимо для рассуждений только того для злодея который зло делает и он будет слушайте похвалите меня какой хороший я незаконно посаженному дал два лишних сантиметра квадратных это лишь его сам бы он если там оказался он бы сказал нет освободите меня целиком перестаньте меня мучить совсем если ему черенок в заднице кто знает сейчас в россии там хайпа никакого нет никаких особо громких разбирательств это же россия страна моя большая да там насилие над заключенными целые гигабайты роликов скачанных записи видеокамер собственно это и собственных сизо да вы если будете говорить этому что да и и и но там вроде якобы идут из какие-то расследования якобы там кого-то даже наказывают или что-то делают увольняют вы знаете если вы концовки результатом всех этих расследований и там потом еще госдума великая наша дума она же думает подключиться и выдаст такой прекрасный закон о том что вот расследование показала что швабру обмотанной изолентой водили заключенному в задницу в анальный проход на 20 сантиметров и вот они в думе посвящались и решили что 20 это много это причиняет слишком большие страдания заключенным а вот на 10 это ничего это же гуманно все-таки это не 20 10 сантиметров как вам слушать и вот наверно когда такое слышишь и такой сам озвучиваешь думаешь насколько безумен мир человеку а ведь у нас все так вот то о чем мы сейчас с вами рассуждаем именно это безумие люди которые вот это вот говорят говорят то же самое что я сейчас говорю единственно там уровень того что кто-то там вообще за борт жизни животных убрал любые даже домашних когда есть и как говорится к домашним животным кто-то живодерами их называют как будто вы не живодеры которые там убиваете и пожираете трупы для вас это делаю дает несмотря на то что с кошечкой есть для которого точно также убиваете и заказывать убийство других животных до якобы они хищники вот это просто уровень тех кто кого на кого поделил кто-то только своих любимых любит ему все остальные там какая равенца там серия япония америка можно бомбу неизвестно куда ядерную на весь город бросить какая-то миллион человек женщина дети старики какая мне разница главное вот мой дом здесь под флагом целый американским или российским или китайским да а там неважно хоть огнем все полыхай напалмом ведь я точно такой же вам пример привел вот прям ну кто все мои ролики конечно знаете как кто евангелие читал читал читает любые исторических не кто понимает конечно современники понимали их лучше всего читаешь надо евангелие вся понимаешь образы притчи христа потому что ты может не земледелец не евреи не живешь в те времена не все понимаешь вот речь образа какие-то вот я кто меня слушает 20 12 2021 года вот я привожу более близкие ближе к телу примеры вот у нас в россии есть сейчас такой случай разве можно такое если даже человека заслуженно оградили от общества безумного и оградили его местом под названием исправительная колония а исправляет его каким образом проявляя к нему все равно любовь его не убили не сделали с ним то же самое что он делал с другими его просто оградили от общества до насильно так скажем опять же без причинения боли оградили в пространстве чтобы он свое злопыхательство не на весь мир распространил и сказали вот ты тут отдельно поживешь с такими же как ты дашь на реках хорошо ты же должен быть счастлив подобное соединяет с подобным это вот тебе кровь вот тебе еда вот тебе труд работы пожалуйста живи если бы это был про настоящий исправительной колонии конечно в россии исправительной колонии то от туда люди боятся попасть которые даже попадут понят туда чему с боятся там что-то говорить против кого то что и туда кинут а там действительно все равно что овечку колвам кинуть там понятно что там полной отморозков но там полно и действительно людей незаконно туда брошенных несправедливо их пугает именно тем что ты попали то что ты в зол он не боится за истину пострадать там ограничением свободы от своих близких родных от свободы дыша чистым небом гулять до петь и пить есть и веселиться нет он нет он готов ради истины пострадать ну конечно не готов чтобы его там унижали оскорбляли или просто убили в этой зоне зайки настоящие негодяи на сегодняшний день а у нас в россии именно поэтому зон боятся добрые люди не потому что их вот несправедливо осудит даже заточат уже никому угрозу не представляет никакую кроме там определенных людей наверху угрозы да это угроза какой не смешание с ними расправиться хотят а словом что тебе лишатся своих господств божьего престола на земле на вот этого они боятся и этих овечек да только не овечек а пастухов бросают вот к таким отморозкам разве можно при этом даже тех которые там сами насильники насиловать нет и как это вообще будет делать адекватный человек пусть их охраняет их поймали осудили закрыли охраняют адекватные могут даже светлыми святыми людьми каким образом они будут их им насиловать значит там такие же неадекваты они не зря в одном месте находятся только жаль что они по разные стороны от клетки а должны оказывается в одном месте сидеть но опять же разве можно это делать это я так образно говорю что они должны по одну сторону не нашли по одну сторону зайки над зэками должны издеваться там до кого-то опускать как они там любят выражаться да не разве охранник который должен позволять не должно вмешиваться конечно должен защитить слабого на тот момент не важно что он делал вы их и так отградили от нормального общества и там их друг от друга не занят там каждый в своей клетке сидит потому что они сами все безумцы они друг друг готовы сожрать их друг от друга надо действительно охранять разделение по клеткам получается опять для их нужно потому что когда они попали в такое же общество как они сами они уже многое может быть поймут в жизни это я вам много раз пример приводил что это все эти сказки я тут поживу волком среди овец а там все в аду посижу и в аду не посидишь ты там ты когда туда попадешь такими же карты ты все поймешь тебе вот и такая же клетка но ты сам скажешь посадить меня в одиночку лишь бы подальше от этих отморозков от всех хоть я сам такой же но оказывается есть похлеще меня вот так вот так это безумно звучит да не 20 сантиметров швабры а 10 вот это вам все эти гуманные выпасы вернее свободные выпасы гуманные забои и прочие дребедень хорошие корма или еще что то то что ты покормил хорошо сейчас будет об этом по моему да давайте мы сейчас на свободном выпасе по моему давайте посмотрим что такое свободный выпас ярлык свободный выпас это всего лишь маркетинговый ход вводящий потребителя в заблуждение дело в том что кур на свободном выпасе страдают не меньше я сам когда-то покупал яйца с пометкой от кур на свободном выпасе ну мы все конечно прошли путь от убийц труппажеров до веганов активистов веря в то что куры снесшие эти яйца живут счастливо заметить какая-то пишет он правильно он искренне заблуждался он думал что они счастливы просто даже о выпасе думал он думал о счастье реальность же оказал совсем иной этим куром как и тем что живут в клетках также обрезают клювы раз издеваются на животным цыплят мужского пола точно также в первый день жизни перемалывают заживо к тому же всех кур в итоге все также убивают в возрасте от года до полутора лет ангары переполнен нижней среди на свободном выпустим их там выпустит днем а так то они сидят в основной своей массе ангары переполнены курами и многие из них также за всю жизнь так не узнают что такое солнечный свет и свежий воздух кого-то не упускает все равно на самом деле всю правду не показывают какая слабая может никогда выйти не успевает всякое может быть и где-то сейчас принципе мы с аудио переводили это тексты тут может небольшая непонятно да может там точку надо было ставить не суть важно смысл в том что это все что такое свободный выпас да что такое более свободная клетка здесь это может все подряд тоже как я все мои речи кто пытался стенографировать ничего не получалось тяжело поймут здесь об этом речь идет тут уже все подряд мы с вами поговорили о всяких разных тезисах о более свободных клетках о свободных выпасах то есть он говорит уже о тех кто в одном предложении ли мы так со стенографировали что неважно там свободный выпус все равно это да куча всего применяется а есть типа более просто придите у нас там вот по каким стандартам у сказали на два сантиметра квадратных больше клетку сделать мы сделали смотрите у нас все соблюдено смотрите мы вводим в задницу заключенного смотреть на 10 видите можете посмотреть как это мы делаем не на 20 раньше на 20 водили а теперь на 10 будет и он очень счастлив по стандарту свободного выпаса в ангаре может уменьшаться до 16 тысяч птиц это значит что но ты вот он безумие того к чему я вел просто более для русских сейчас современников более понятным примером да про сантиметров задницу что на один квадратный метр может при приходится до 9 птиц какой же свободный выпуск давайте теперь посмотрим на счастливых коров и счастливое молоко ну кстати видите это о своем думать я может о своем думал до свободным выпуском возможно называют я же не могу в его голову до конца залезть это где просто такие клетки на земле делают да это вообще то есть тупо ангары такие же просто это не вообще когда она в такой знаете кур тоже сидят только носом клюют и тут же эти яйца сыпется да а что есть какие-то клетки на земле они там ходят сколько-то просто его там тоже клетки побольше это тоже свободным выпуском называют якобы но нашли в клетке сидит целыми днями в сидячем там положении вот в такой вот а ты что целых сколько там один квадратный метр целых девять птиц это у каждой сколько квадратных сантиметров ого-го давайте посмотрим на счастливых коров и сливое молоко счастливы ли коровы но это же известно да про буренок все эти пакетики с улыбающимися коровы счастливы ли коровы как на всех молочных продуктах когда ее насильственно семеняют счастливы ли коровы в задницу и руку там по шее засовывают счастливы ли коровы когда ее слушать я все время думают каким надо быть конченным дебилом что вообще этим заниматься я вот с трудом могу себе представить чтобы я корове в задницу лес только для того чтобы ей туда сперму засунуть вот я даже не знаю что в жизни должно быть с мозгами чтобы вообще этим заниматься трудная жизнь как говорят мы сами строим свою жизнь да ты если живешь в самой деревне да занимайся вон растениями заработать будешь ничем уж не меньше точно этих коров ты будешь те чист светил и добр игры не будешь голодать это точно зачем вот этой херней заниматься сейчас его ли корову когда и малыша забирают по другому молоко просто не получить счастлива ли она когда эксплуатирует забирает то что по праву принадлежит ее ребенком счастлива ли она когда ее погружают в грузовик чтобы отвезти на бойню это слушайте посмотрите на всех фермах там что все вот эти искусственные надойники металлические все вот эти аппаратура разве это может быть вообще близко похоже на там губы теленка и вообще взаимоотношения матери с ребенком животного матери когда надо она если надо может оттолкнуть или как мать женщины я знаю когда там ребенок прикусывает даже по щеке бьет ребенка чтобы он не кусал грудь да когда вот это все в массе там стоит эти коровы к ним по нацепляли тенаду и причем делает это все обычный живодер на самом деле там все это делать нормальные люди не могут ни за кем они зачем там не следят что там сломался их наверняка и током там бьет а в имя она может быть больной ей могло быть натереть и не может уже нет молока она там что-то дергает как это вообще можно но прицепите себе какую-нибудь херню там я не знаю на грудь или на любые органы чувствительные уши губы писи какую-нибудь фигню металлическую пусть она вас подергает но что это такой млекопитающий бог задумал это младенец с нежнейшими там губами или подрастающие там существо сосет материнскую грудь сосок там да не надо мне только скидывать в комментариях какую-нибудь чушь там править форму или там что там придумали в этих надойниках чтобы все там умягчить все чепуха здесь нет ничего живого там все на автоматике на механике все там только в теории на практике все абсолютно не так просто это масса и никому до этого никакого дела нет счастлива ли когда корова когда ее погружает в грузовик чтобы отвезти на бойню счастлива ли она когда ее к ее голове представляет пневмопистолет и аки или к его горлу представляет нож не обманывай себя в человек в море в молоке нет счастья нет никакого счастья в яйцах и нет его в эксплуатации животных дело в том что не имеет никакого значения насколько счастливо прожила животное свою жизнь когда мы эксплуатируем животное забирая то что нам не принадлежит когда мы отправляем животного на скотобойню в конце счастливы даже пусть жизни или на задний двор чтобы убить его и да и да всех эксплуатируемых животных мы в итоге убиваем когда мы поступаем так мы совершаем насилие над животными и это не имеет никакого морального оправдания я хотел добавить еще ну это не то что добыл это же веганство все прекрасно знаете что это движение мировоззрение лично каждого человека это внесистемный протест против любой эксплуатации здесь это тоже не причисляет в каждом своем неважно устном аналогии или письменных своих текстах все подряд а животные которых эксплуатируют в медицине в цирках в зоопарках сдирающей шкуры вы заживо как-то его красиво не кормите на какому на свободном выписи бы не было если вы потом сниму заживо шкуры по-другому не снимаются иначе они там портятся с живьем с же там с пистца с лисички и все это сдирает это как все чем это все и как бы ты хорошо эту того кролика не кормилась это тут же в глаза ему какой-нибудь яд для экспериментов там косметики к химии испытываешь ты им хоть мягкую подушку потом подложи вы к себе все примените тебе нужна эта мягкая подушка дать итог что в голову штырь воткнули для какого-то там или в глаза черт знает что закапали для того посмотреть что как-то себе вести больше что с твоими глазками станет это никакого значения не имеет для так 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 дело в том что никакого этим животным все равно что их кормят органической травой на свободном выпасе что их содержание соответствует стандарту red tracker до госдума который там не 20 а 10 сантиметров разрешила в задницу в воде зэку будет все равно на этом или другим стандартам все эти ярлыки не для животных это все правильно все чего хотят животные это быть свободными и счастливыми по-настоящему свободными счастливыми они на свободно выпсятся от четырех до шести месяцев в году они хотят жить на воле не боясь что человек будет причинять им боли страдания что меня всегда удивляет так это когда мы перед протестуем против поведения проведение фестиваля собачьего мяса в юлине ну кто знает это где вот я уже тоже неоднократно рассказывал в китае до собачий праздник или как они это называют фестиваль собачьего мяса я не собачьих точно так же как при при всех там привозит все публично все это их убивают там режут это дичь вообще и он правильно и отсюда аналогии приводит но для англичан или вот для таких стран муж как мы там в россии где якобы этом собачек не едят мышку протестуем скажи любому российскому человеку русскому скажет что там собак в китае в юлиане едят праздник мясо устраивает то скажут что зато на мясную ярмарку где коровки коровок убивают он с удовольствием сходит да он не понимаешь он такой же тупицы бессердечные как и эти китайцы которые там жрут собак мы не требуем чтобы эти собаки он говорит содержались в лучших условиях мы не говорим собак убивать можно если они содержались более просторных клетках и их убой был более гуманным мы заявляем что эксплуатация собак и кошек в юлине в корне недопустимо эту практику нужно прекратить и полностью запретить никаких но и никаких если эксплуатации убийства собак с целью их съедание это безнравственно и неправильно это нельзя оправдать я хочу спросить вас если бы на стейках из юлине стоял ярлык одобрено по стандартную red tracker трактор стало бы это более этично если бы фарш из пуделя был бы одобрен британским королевским обществом было бы это более этично если бы этих животных отвезли на британские скотобойни и собак убивали бы там точно так же как и коров и свиней стало бы это более приемлемым для вас но если бы вы не так 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 сейчас но если вы не считаете приемлемым убивать собак в газовых камерах почему вы считаете приемлемым поступать так со свиньям со свиньями кстати газовая камера считается наиболее гуманным способом убийства свиней великобритании мне кстати все время да как и тут не сказал ну да с концлагерями любит же аналогии проводить ну а чё вы тогда фашисты спокойно травили в газовых камерах ночью от малого до великого докатываешься очень легко у нас не должно быть двойных стандартных по отношению к разным видам животных все животные равны и имеет одинаковое право на жизнь а это значит что раз убивать собак в юлинии неприемлемо то также неприемлемо убивать и свиней кур коров и овец вне зависимости от ярлыков маркетинга и метода убийства для чего же компании прибегают ко всем этим маркетинговым уловкам для того чтобы мы стали потребителями сферы промышленности и деятельность которой вызывает у нас отвращение большинству из нас противно то что мы делаем с животными поэтому мы стараемся покупать продукты на которых стоят такие ярлыки как свободный выпуск однако нас заставили поверить в то что одни животные заслуживают того чтобы жить а другие нет необходимо понимать что все эти ярлыки ничего не значит для самих животных они все страдают вне зависимости от того с какой в какой системе их эксплуатируют если вы хотите глубже изучить эту тему посмотрите документальный фильм земля надежды и славы присоединяюсь к рекомендации в этом фильме подул подробно рассматриваются и развенчиваются мифы царящие в сфере эксплуатации животных вы поймете что все эти ярлыки ничего не значит все животные хотят жить им нужно предоставить это базовое право нет никакого морального права убийства животных вне зависимости от того какой ярлык стоит на упаковке с их телами кроме как истина добавить мне уже на сегодня больше ничего ну ролик у меня по часу получается уж есть что если это действительно так все это в первую очередь либо ложь либо ложь сознательная тех кто этим занимается любая промышленность вот это вся все что связано с убийством эксплуатации животных это уже отвратительно это уже омерзительно это уже зло все что они сами будут придумывать даже без там каких-нибудь гос сверху спускающего указания там о свободном выпасе возьмите россию но у нас пока таких законов нету ли даже рекомендаций вот если вы увидите честно упаковки у нас уже очень любит и к там писать везде тоже бил пока это на добровольной основе и это и реально маркетинговый ход все эти улыбающиеся животные на банках с тушенки все это конечно же живая блевутина у человека просвещенного когда он теперь на такую смотрит когда он конечно был тоже в забвении во тьме тоже не придавал этого значения теперь ты понимаешь что это просто тотальная массовая наглая ложь наглая причем сознательная ложь уж они это точно знать что там творится кто все это рисует кто все эти штампики ставят и все новые новые до логотипа лепит они это знают второе даже если их сверху это обяжут потом уже всех кто не догадывает за таких маркетинговых улов чьих ходов это делает то добровольно мил не будешь все что по из-под палки понятно что будет все делать с кому-то не надо чтобы это не соблюдать это раз а те даже кто если добровольно вот опять проявив инициативу или из-под палки якобы там улучшают какие-то условия эксплуатации опять 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 слово-то забыл и от которой употребил я свое употреблю это антиномия это противоречие до улучшенная эксплуатация да как и гуманный забой если даже не сами инициативу проявили или исполняют обязательную инициативу сверху то это ничего ровным счета не меняет вот и все это меняет только что-то в головах тех кто это и применяет насилие и убийство в головах жертвы хоть это хоть это по факту что-то конечно более страшная боль лучше хуже менее страшной боли но конечно же моя цель как жертва избавиться от всего этого не страдать не быть убитым это скажем больная радость неестественная радость вынужденная радость радоваться там меньшему злу но это не это не истина это не добро это неправильно а это все делается только для того чтобы те у кого башка съехавшая и может быть его сердце чуть-чуть разворачивается к свету истины поэтому кто-то придумывает кто-то еще в большее дерьмо ада залазит благодаря тому что он все знает вот именно у тех кто добровольно это все придумывают маркетинг весят это люди вообще еще конченнее становится потому что человек который хотя бы харьдая дерьмо да я убийца тот кто еще все хорошим они творят зло это еще хуже человек вверх у него значит полностью ослеплены глаза либо более того он не просто ослеплена он сам их себе выколол отвернувшись от истины от правды от любви вот так вот мне на этом все желаю всем познать истину и обрести полноту света святости в любви ко всему живому божьему творению до встречи а а а Субтитры создавал DimaTorzok